Добрый день! Тема нашего занятия – подготовка к вращениям в русском народном танце. Комбинирование вращений на месте и в продвижении. К любой физической активности нужно готовиться, поэтому давайте сделаем развивку. Сегодня мне будет помогать моя ученица Вероника. Раз. Шестая позиция. Шестая позиция. Право и лево. Плечи и с корпусом. Лево и лево. Лево и лево. И раз и два. И раз и два. Мелкие шаги на полупальцах. На каблуках. На полупальцах. На каблуках. Прыжки по шестой. Поехали назад. Вперед. Четыре. По два. Смелились. Помощайте. Поехали. Вверх и готовились. И раз. На четыре. На два. И раз. Вращение является основой женской техники в русском танце. Основные правила исполнения сохраняются от методики выполнения периодов в классическом танце. Для начала давайте определим, в каком возрасте нужно начинать изучать вращение. Точного ответа нет. Все это сугубо индивидуально. Самое главное, чтобы к началу изучения вращений у ребенка был сформирован мышечный корсет, была грамотная постановка корпуса. Именно от постановки корпуса зависит грамотность темп и сложность вращения. Итак, постановка корпуса и рук. Давайте разберем стоя просто шестерпозиции. У нас колени собраны, ягодицы втянуты, пресс подобран, животы убраны, спина ровно прямая у нас, поясница без прогибов, руки в сторону. Руки у нас параллельно полу, не ниже, не выше, четко. Руки создают ось. В некоторых областях, в некоторых государственных ансамбле, при вращении ладони держат наверх. Безусловно, это тоже вариант, как хорош. Но, как бы я считаю, что у детки маленькие при изучении, при начальном улыбке, необходимо все-таки кисточки держать вниз, как разрезать воздух. Это мы разобрались с постановкой корпуса и рук. Что же идет у нас о понятии точка? При повороте мы как бы выбираем точку в стене или вот это зрительный зал, неважно. Выбираем точку. И теперь при повороте у меня все время взгляд остается на этой точке. Сейчас просто шагаем. Я делаю шаги вперед. Раз, два. Голова у нас. Самый последний момент. Я уже больше не могу смотреть на эту точку. Резко разворачиваться. И раз. Отлично. Еще идут. И раз, два. И раз. Отлично. Это самое главное превращение. Это постановка корпуса, постановка рук и понятие точек. Если при выполнении поворота у нас будет завал шеи назад или вперед, руки будут лететь вниз или наверх шататься. При этом будет позволено пояснить, или мы в принципе не будем держать точку, вращение будет неуспешным. Когда мы разобрались с постановкой корпуса и понятием точка, можем перейти к подготовке к вращению, а именно к скокам. В классическом танце проручиваются в скоке у станка в положении рабочая нога на пассе. Сначала руки лежат на станке, затем они постепенно снимаются со станка и собираются в первую или третью позицию. Так мы можем понимать, на каком уровне у нас развит оплом, то есть равновесие. В народном танце обычно скоки проучивают по шестой параллельной позиции. Итак, скоки. Мы будем сразу пробовать на середине зала, ноги в шестой позиции, ручки у нас в стороне. Четко проверили спину, шею и так далее. Выбираем литочку, будем дать прискок, как вы уже тренировать все держать. Садимся в небольшое плене и вскакиваем на дынушки. Раз. Четко у меня вырастает от макушки наверх, ни назад, ни вперед, никуда. Сели два. И раз. И два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Теперь попробуем вскок при положении рабочей ноги на пассет. Ножки у нас параллельны. Поднимаем ножку сюда, стопом высокое счетное, под колено. Так же вскакиваем. Сели в плене. И раз. Скочите. Сели два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично. Теперь попробуем сделать вскок и при этом небольшой все-таки поворот по шестой позиции. Когда я делаю поворот по шестой позиции, у меня нога правая, немножко отрывается от пола, буквально на два-три сантиметра, и весь поворот шляется на левой ноге. Давайте теперь попробуем такую комбинацию. Один вскок, один поворот. Ножки вместе, ножку не поднимаем, только немножко правой. Поехали. И раз. Два. Поворот. Три. Четыре. Семь. Еще раз вскок. Раз. Два. Поворот. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Приготовим мощную позицию. И вскок. Три. Четыре. І вскок. Три. Чутка. Три. Четыре. И вскок. Три. Четыре. И вскок. reception. Семь. Поворот. Хай. Pocket. Ну кстати. И вскок. Семь. Поворот. Хай. Поворот. Хай. Поворот. Хай. Поворот. И. Раз. И. Четыре. С drown. üzerine поз headline. И ножка на верх. Седьмой, поворот. И топ. Седьмой, раз. И раз. И еще. Топ. Седьмой, поворот. Точкой держу четко шестую. И раз. И раз. И поворот. И раз. И так же будет выглядеть это вращение в чистом виде в быстром темпе. После всех тренировок, долгого периода, можно уже наращивать темп и добавлять, допустим, к туру уже двойный поворот. И так же будет выглядеть это вращение в чистом виде вращениях. Я отталкиваюсь с левой ногой и отталкиваюсь на правую. Делаю поворот. Без поворота это будет так. Я отталкиваюсь с левой ногой. Раз. Семь и два. Раз. Два. Раз. И два. Попробую поворотик. Отталкиваюсь с левой ногой. И точку душу. Раз. Два. Остановись. Сижу в плие. Раз. Два. И раз. Два. Четко сижу. Раз. Два. Еще в хорошее плие. Раз. Два. Сижу за спиной. Точка шея. Раз. Два. Раз. И два. И три. Четыре. И раз. Два. Теперь попробуем толчковый в чистом виде под носом. Раз. Сижу. Раз. Сижу. Раз. И. Раз. И. Еще. Раз. Семь. Раз. Очень хорошо. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. Возьмем к вращениям продвижения. Самое простое по диагонали это шене. Блинчики. Это основные вращения тур де форс. Классическом танце. Мы же возьмем простое вращение по диагонали на каблук. И. Делышат на каблук. Правой ноги. Лево уходит на пуды пьет. Раз. Сели на левые ноги. И. Выросли. Раз. Два. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Самое главное это вставать четко в ногу. Чтобы макушка настремилась наверх. Без завала вперед, назад и естественно в сторону. Иначе вращение будет неудачным. Давайте попробуем в повороте. Долго у нас все так же, как к классическому танцу. Встали. И. Семь. Поворот. Раз. Два. Семь. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И. Раз. Два. И. Раз. Пальцы вместе. В усложненных вариантах вращения по диагонали ногоблок можно добавлять двойного дробь, либо комбиниров с другими вращениями. Следующее вращение в продвижении это бегунец. Собственно это обычный русский бег в повороте. Самая главная ошибка это делают, когда дети перескоки, а они равномерно бегают. Сели. И. Раз. Раз. Итак, комбинирование вращений на месте и в продвижении. Сейчас мы будем делать по диагонали. Три бегунца. На четвертый счет мы останавливаемся. У нас пауза. Потом на пять-шесть я делаю подготовку к тур. На семь-восемь собственно сам тур. И снова три бегунца, подготовка и тур. Самое главное при таком комбинировании четко переключать точку. Сначала у меня точка идет по диагонали. Раз, два, три, четыре. Точка переключая санфас. Пять, шесть, тур, чик. Снова я переключила точку. Раз, два, три, четыре. Переключила. Пять, шесть, семь, восемь. Давайте попробуем под музыку. Итак, еще трекомпирация на вращении. У нас идет первая подготовка к тур. Раз, два. Дальше я осуществляю сам тур. Три, четыре. Теперь я делаю тур, но у меня опорная нога правая. Левая у нас убирается сюда. Четко под ягодицей. Пять, шесть, на семь, восемьдесят семь. И снова. Раз, подготовка, два. Ту, четыре. Поворот. Пять, шесть. Сижу. В старшем классе, когда опыт во вращении будет достаточно большим, можно комбинировать такие сложные вращения, как апертация тур, апертация толчковая и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за занятие. Хорошего отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok